Не так давно в прокат вышел фильм под названием «На другом берегу». Действие драмы разворачивается в середине 1920-х в Западной Беларуси. Жители маленькой деревни пытаются отстоять собственную веру и церковь, но эти попытки жестоко пресекаются. Наблюдая за игрой актёров, анализируя сюжет, понимая, что всё здесь направлено на одну идею – наша страна должна быть единой со своей культурой, языком, верой. Именно это хотел донести режиссёр через свой фильм зрителям, не только старшему поколению, но и, прежде всего, молодёжи. Об этом перед началом просмотра картины «На другом берегу» в разговоре со зрителями акцентировала своё внимание ведущий редактор киностудии «Беларусьфильм» Татьяна Команова. Нам было важно рассказать о том, что геополитика – это одно, а жизнь простых людей – это всегда важно, и это всегда то, на что отзывается другой человек. Интересно для всех возрастов, потому что не только школьники. Тут ведь интересно, что когда люди уже там, грубо говоря, 30+, 40+, у них есть свой опыт, и они его сравнивают с тем опытом, который им на экране показывают. Кто-то в 90-е годы ездил за границу, учил-но учил, а у нас здесь тоже тема условной контрабанды есть в фильме. Кто-то, опять же, семьи оказались разделены границами, и ездим к родственникам друг к другу, в гости, или не ездим в гости по каким-то причинам. У школьников, у детей этого опыта нет еще. Может быть, условный связь со старшими родственниками, и они его, может быть, получат на экране. Татьяна Команова, помимо исторической составляющей фильма, ответила на вопросы, почему для фильма была выбрана именно тема борьбы населения Западной Беларуси против ополячивания в 20-е и 30-е годы прошлого столетия. Удалось ли воплотить в кино все задуманное и все ли получилось? Рассказала ребятам Татьяна Команова о студии и киноиндустрии, работе над фильмом и своей роли в его создании. Объяснила, что в киношном мире значит редактор, сравнив свою должность с классным руководителем. Редактор фильма – это такой боец невидимого фронта, который следит за тем, чтобы все вопросы координировались в том русле, в котором нужно. Но начинается с работы над сценарием, понятное дело, что от опечаток, от ошибок до приглашения консультантов, до каких-то логических стыковок. Но если сравнить понятным языком для школьников, то это классный руководитель, который вроде как ничего не делает, но при этом он понимает, что происходит в классе, он понимает, на какую экскурсию сводить, он понимает, какое мероприятие провести, чтобы ребята внутри класса чувствовали себя более объединенными. Так и здесь, когда, например, приезжали авторские коллективы, уже там постановщики, редактор думает, так, а давайте-ка я их свожу вот в этот музей, или а давайте вот мы с консультантами сходим туда-то, пообщаемся с такими-то людьми, почитаем такую-то книгу, то есть это на подготовительном этапе. Потом дальше уже, когда начинается съемочный процесс, редактор смотрит о том, чтобы в фильме про 25-й год не было стеклопакетов и тарелок спутниковых в кадре. То есть вот такая-такая работа. Потом уже на этапе монтажа тоже, чтобы человек, который выезжает на лошади справа, в следующем кадре не выезжал на лошади слева. За два часа именно столько длился фильм, эмоции на лицах детей были разные, включая в некоторых местах даже слезы. Один только момент, когда женщина, теряющая сознание, о которой несколько раз по лицу ударили хлыстом, падает на землю, и в ее глазах появляется туманная дымка, чего стоит. Это фильм 20-х веков, 20-го века о борьбе белорусского народа за свою свободу. И посмотрев этот фильм, пришло осознание, то есть режиссер хотел сказать о том, насколько цена эта свобода, каким трудом она досталась, какими силами, сколько всего было вложено для этого. И поэтому нам, как нынешнему поколению, очень важно ценить это, помнить это, не забывать об этом. И посмотрев этот фильм, не допускать всех тех ошибок прошлого, которые уже были. Режиссер через этот фильм, как мне кажется, хотел показать, что все, что происходит сейчас в соседних государствах, вот примером этого фильма, хотел показать, что этих ошибок не должно повторяться, и что мы все должны все-таки помнить о том, как важна свобода. Режиссер фильма нам рассказывает о событиях, которые происходят после Рижского мира в 1920-х годах на белорусских землях. Фильм нам рассказал о событиях, которые происходили на белорусских землях в период польской оккупации. Тут показываются действия, партизанское движение против польских властей, и главное показывается белорусский народ. В этом фильме слились два жанра, это боевики мелодрама. Здесь актерами прекрасно описываются эмоции людей, людей тех, которые пережили польский гнет и потом воссоединились. Анастасия Милишкевич, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович, телекомпания «Буктовая».